Итак, господа, это рубрика «Откровение Михайловича». В рамках данного короткого видеоролика я бы хотел вам повисовать свои мысли, дать ответ на вопрос, который поступает мне уже который раз. Цитирую вопрос. Михайлович, приветствую. Вопрос следующий. Нафига ты занимаешься публичным ведением своей трейдерской деятельности, если ты можешь просто торговать сам на сам и, декомпостируя себе мозги, тупо иметь прибыль с рынка? Ведь я слежу за тобой, у тебя спекулятивные сделки с высокой долей вероятности отрабатываются в хороший плюс от ланга. От шарта у тебя сделки относительно хреновые, не обессудь. Ответь, пожалуйста, на вопрос, когда сможешь. Спасибо. Так вот, господа, первый момент. Действительно, сделки от шарта у меня умеренно хреновые, человек прав. Я, честно говоря, шартить не люблю, я толком рынок не шарчу, шартить его не собираюсь. Второй момент, зачем я вообще всем этим занимаюсь? Господа, смотрите, в который год подряд я сталкиваюсь со спросом со стороны нашего общества на адекватность, трезвомыслие, здравомыслие, на искренность, откровенность, честность, в конце концов. Я очень долго, еще там в нулевые годы, в десятые годы, на самом деле, следил со стороны за деятельностью разных публичных экономистов, публичных трейдеров на то время, инвесторов, прочего в этом духе. И всегда все кончалось с чем? Инфоцыганством. Всегда так, блин, кончалось. То бишь, эти лица не давали своим клиентам, своей аудитории, тем лицам, которые их уважают, которые к ним прислушаются, которые их ценят, не давали того контента, который, к примеру, дается у нас на биржевике. То бишь, я вижу, что наше с вами общество хочет образовываться в вопросах экономики, рынка, трейдинга и желательно без больших вложений. И я этим занимаюсь. К примеру говоря, наша рубрика в YouTube-канале, там, в ВКонтакт-группе, Яндекс.Зен, рубрика «Основы биржевой торговли». Платная ли она? Нет. Она бесплатная. Вот, бери и развивайся. Вопросы экономики, трейдинга, технических информаций и прочее в этом духе публикуются, в первую очередь, именно там, на основе биржевой торговли. Эти видео-лекции, кстати говоря, я их продолжаю записывать. И вот сегодня, в понедельник, я, пожалуй, еще одну лекцию про рынок опционов вам хотел бы повествовать. Ну, чуть попозже это видео запишу. Вот. И я этот спрос вижу, и я стараюсь своим предложением, своей компетенцией, в конце концов, помочь тому отечеству, в котором я живу. Да, здесь есть какой-то, о прямой степени, патриотический подтекст. Что такое патриотизм? Это любовь к своей родине, к своей земле, к своему населению, к своей культуре, к своей истории. И к тому, что ты делаешь для этого же общества. Возможно, в чем-то я максималистично настроен. Я этого не отрицаю. Возможно, где-то я наивен. Я не отрицаю. Конечно, мне уже далеко не 15, не 20, не 25 лет, и даже не больше. Мне намного больше. Но, извините меня, я хоть и прожил свою жизнь, и проживаю по сей день, но я вижу, что с каждым годом, к примеру говоря, я, мои товарищи, которыми мы развиваем проект Биржи, они тоже развиваются. И вот эту компетентность можно спокойно передавать в массы. По большому счету, не требуя ничего взамен. И вот лица, которые хотят в этом развиваться, они будут подхватываться. И, соответственно, тут уже всплывает другая цитата президента Америки Джона Кеннеди, которую я в мозгу прокручиваю, которую год подряд, признаюсь искровенно. Цитирую. «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси себя, что ты можешь сделать для нее». О чем эта цитата? О формировании истории, о помощи обществу, которая хочет развиваться в чем-то. В чем ты, к примеру, можешь этому обществу помочь. То бишь, эта цитата фактически патриотически настроенная. И это нормально. Это антипотребительская я. Цитата. Антипотребительская наклонность. На самом деле, я человек-антипотребитель. Поверьте. Я даже больше скажу, чтобы вы понимали, о чем говорил тоже неоднократно. К примеру говоря, данный проект Биржевик я развиваю фактически со своего кармана. Ту прибыль, которую я получаю с рынка фактически на ежемесячной основе, я сразу же ее направляю на покупку рекламы. То же самое там в Ютубе, в Телеграме. Какие-то, может быть, агитационные материалы формируются, для того, чтобы она все больше и больше народу узнавала и прочее в этом духе. И, соответственно, я вижу, что данный формат деятельности дает свои плоды. В первую очередь, тем лицам, подчеркиваю, в первую очередь, молодому поколению. Еще раз, молодому, в первую очередь, поколению. Кому там 16, 17, 20 лет, а может 20, короче, до 25 лет. И вот это поколение, которое, с которым я тоже коммуницирую, оно развивается. И, черт возьми, это большой плюс. Почему? Потому что я понимаю, что то поколение, которое развивается в этих вопросах и остро пытается понимать сущность капитализма, сущность рынков, разбираться в этом всем, это то самое поколение, которое в будущем, господа, будет формировать экономическую повестку дня. На этом вы понимаете логику. Потомки наши с вами. Поэтому я еще раз вам, господа, озвучу свою основную мысль. Я всем этим занимаюсь в первую очередь для того, не чтобы заработать, не чтобы там где-то как-то что-то урвать, нет. Мои цели и цели моей редакции групп каналов Биржик, они созидательские. Здесь нет никакого популизма. Я ни перед кем не отчитываюсь, не подумайте. В любом случае, я стараюсь донести вам свой взгляд, свою логику, а дальше вам додумывать, как хотите. Как говорится, думки у каждого на себя будут свои. Там кто-то додумает, что там Михалыч какие-то задние мысли имеет, то там Михалыч что-то там еще там темнит. Ну, короче говоря, там я о себе много чего нового в скором времени, полагаю, узнаю. Как оно было буквально недавно, когда в пятницу в Москве круг Сити Холл этот инцидент произошел, я в субботу, как говорится, поддержал вот тех лиц, тех жертв, которые в этот инцидент попали. Ну, о себе я много нового узнал, что якобы это было для пиара все совершено. Эх, знали бы вы, как у меня пригорело после этого, к сожалению. Но это было, мягко говоря, обидно. Мягко говоря, обидно. Твердо говоря, тут и можно трехэтажным матом таких лиц покрыть, которые вот такие вещи говорили про меня. Хотя, признаю я честно, никаких задних мыслей у нас еще нету. Понимаете, господа, что отличает человека, который дорожит историей, культурой, отечеством, народом, с которым проживает, который уважает ту землю, на которой живет, историю ценит, который делает то, что любит делать. Его отличает от прочего числа людей та подача материала, который не несет себе никакой коммерческой основы. Я вам еще раз говорю, основы биржевой торговли. Ни коммерческая. С этого бабки никто из нас не имеет. Ни вы, ни я там, ни наши редакции, ни кто-либо. Народная, как говорится, материал, бери и развивайся. Поэтому на данный вопрос, я полагаю, ответил. И еще раз, задаваясь вопросом, и опять же прокручиваю статус Джона Кеннеди, не спрашивай, что твоя страна может делать для тебя, спроси себя, что ты можешь делать для нее. И вот, если вы человек компетентный в какой-либо отрасли, задать этим вопросом. Не надо быть потребителем, не надо требовать ни от кого-то, что от чего-то. Вы подумайте над тем, что вы можете сами дать обществу, что вы можете дать своему отечеству, что вы можете дать тем лицам, которые вам доверяют. Без задних мыслей. В общем, господа, на эту тему все-таки задумайтесь. У меня на этом все. Данный видеоролик я записал 28 марта, четверг. Сейчас 9.57 уже, надо будет подключаться к торгам. Вот, пожалуй, я тут закругляюсь, и чуть попозже данное видео я выложу. В общем, на вопрос я так или иначе ответил. Надеюсь, оговорится, спрос удовлетворил. Ну, в качестве ответа на вопрос. Спасибо за внимание. До свидания.